Дорогие друзья, в нашей студии парапсихолог Космоэнергет, мастер-учитель рейки, оператор биолокации, ваш любимый Виктан. Виктан, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, настоящая бомба, ваш семинар исполнения желаний. И вот сколько звонков к нам в студии тоже по этому поводу и огромное количество просьб повторить на БИС. Реально это или нет? Вполне реально, тем более все равно тема, все равно до конца, она настолько обширна, что все равно не может быть уложена в какие-то часовые программы. Поэтому и этот семинар, который был, он не закончился двумя часами. Кстати, мне на сайт, на форум моего сайта пришел письмо от недовольного мужа, что это у вас за семинары такие, вы обещали на два часа, а моя супруга вышла через три с половиной часа. Да, действительно, семинар немножко затянулся, почему? Потому что группа была довольно-таки действительно интересная, люди интересные были, любопытные, приятные. Поэтому, не повышая стоимости семинара, я продлил его на час сорок даже, не на полтора. То есть нам было всем интересно. Просто интересно, ведь люди хотят повторить именно потому, что потрясающие результаты желаний начали исполняться. Вот все равно непонятен механизм, но как это человек жил-жил себе, у него не исполнялись желания. Вдруг попал на семинар к вектану и начали исполняться желания. Что произошло за эти несколько часов? Ведь даже тут речь не идет о днях. Смотрите, дело в том, что все желания, к примеру, если брать даже сугубо математику, к примеру, у человека может быть действительно 33 желания. Когда начинаем прорабатывать, мы понимаем, что 23 из них не нужны. Но затрачиваемая энергия на 33 можно сконцентрировать на 10. Поэтому эти 10 желаний будут как можно быстрее исполняться. Вы хотите сказать, что перераспределение энергии происходит? Безусловно. И более точечно ее вот такая вот, да? Сконцентрированно мы влаживаем именно энергетику за каждое желание. Я именно на своих семинарах им научу, как проплачивать энергетику за собственные желания. Потрясающе. 098-005-7302. 098-005-7302. По этому телефону более подробную информацию. И вектан обещает, что он повторит этот чудесный курс. Записывайтесь, пожалуйста. Не задерживайтесь, потому что количество мест у вектана, как всегда, небольшое. Он берет очень маленькие группы. www.victan.info Это сайт, на который зайдите обязательно. Телефон нашей прямой связи 760-1199. Мы ждем ваших звонков. Звоните. У вас есть уникальная возможность задать вектану вопросы. Я знаю, что так же продолжается первая ступень инициацию канала энергии Рейки. Ну, первая ступень, это всегда у меня есть. Естественно, есть и вторая, и обучаю на мастера. Вторая, это просто сугубо уже группа максимум из двух человек, и сугубо практически индивидуальные занятия, потому что очень-очень-очень большой поток информации. Первая ступень, да, регулярно обучаю. Это для людей, которые действительно хотят жить, не болея, которые хотят жить, не болея, и защищены. То есть тоже есть энергетические воздействия, то есть тоже есть, не спорча. Вот от этого я хочу немножко продолжить нашу тему. Все-таки иногда люди не до конца понимают, по каким признакам можно отличить просто какие-то неприятности в жизни, которые с ними происходят, от чужого энергетического воздействия. Есть ли какие-то более такие значимые проявленные признаки, которые проявляются то ли в событийном плане, То ли в плане здоровья, то ли в первую очередь нужно обращать внимание. Ну, смотрите, сегодня, кстати, была эта тема, я ехал на машине, слышал по поводу приворота. Что такое приворот? Давайте обозначим, как это происходит и допустим, какие его признаки, как приворот или не приворот. То есть первое, что это сделается либо самим заказчиком, то есть либо специалистом, к которому приходят, опять же таки, заказчики. Это сгусток негативной энергии, который в основном ложится на ментальное поле. Первое на ментальное тело или поле, как угодно можно назвать. То есть это зашоренность человека. То есть человек перестает замечать, что происходит вокруг себя. Это потеря внимательности, это потеря личностных интересов, хобби. То есть ему ничего не хочется. Если он любил рыбалку, он говорит, да не поеду я уже. Если он любил, допустим, спорт, побегать, он уже не хочет побегать. Его больше тянет, конечно, к кровати. Дальше. Это очень быстрые и краткие примеры. Дальше. Если уже случается пробой ментального поля, попадает на астральное поле. Это психоматика человека. Это тогда, когда пультом в стенку, ногами в двери. Когда человек кричит, задолбали уже все. Оставьте меня в покое. Я хочу побыть один. То есть это всплески неконтролируемой агрессии. В этом состоянии, смотрите, человек уже не способен зарабатывать серьезные деньги. Уже у него потеря полностью интересов. Ему уже безразлично все. У него даже возможны какие-то суицидальные мысли. То есть это потеря интересов жизни. Но вы все, что перечисляете, это также присуще обыкновенной депрессии. Депрессия это уже защитная функция организма. Слава Богу, что она есть. Нет, но может быть без негативного какого-то влияния тоже такие симптоматики. Нет, значит депрессия это защитная функция организма. Я имею ввиду саму депрессию. Ну как самостоятельное, вот как заболевание, она же может иметь место. Да, сама депрессия, естественно. И слава Богу, если честно говоря, что уже состояние, это включена защита организма. То есть когда уже человеку вообще ничего не хочется, но в состоянии депрессии он менее агрессивен. То есть организм не изнашивается так, как в состоянии агрессии. Понятно. Но вот человек уже пришел, даже вот того, что вы перечислили, уже более чем достаточно. Я еще и про эфирное не сказал. Да, ну подождите уже, хватит про эфирное. Что же вы с этим совсем делаете? Как вы помогаете? Очень важно. Я занимаюсь энергиями, еще раз повторю, почему, потому что почему-то звонят, зачастую спрашивают про колдовство, это не мой профиль. Я не гадаю и не занимаюсь колдовством. Это я всегда говорил и буду говорить, да. Я занимаюсь энергиями, это энергетическая очистка. То есть если это сгусток негативной энергии, смотрите, лежит на энергополях с помощью биолокации. Биолокации. То есть она все-таки очень действенна и вот как ни говори, очень многие методики, продвинутые в мире, они базируются вот на этом уникальном действии биолокации. Биолокация, она просто необходима, она действительно. Я даже своим ученикам показываю, как можно, знаете, приходят скептики и говорят, а как можно потрогать энергию, как можно на нее посмотреть. Я говорю, пожалуйста, ставим рамку и движением руки, то есть подаем энергию на рамку и рамка начинает отодвигаться. То есть когда мы втягиваем энергию в себя, рамка подвигается и она ходит плавно за рукой, хотя рамка стоит закреплена неподвижно. Спасибо огромное. Я напоминаю телефоны, по которым вы можете записаться на семинар исполнения желаний, также на инициацию первой ступени в школу Рейки, также получить индивидуальную консультацию с любыми проблемами, которые вас интересуют. И вот тут мы недаром предлагаем вам разные уровни, разные направления, ваш выбор. Вы смотрите и вы выбираете, кому вам идти с той или иной проблемой, которая сейчас для вас актуальна. Именно вот в этот момент 098-205-7302, 098-205-7302. www.victan.info – это сайт, на который вы можете зайти и получить подробную информацию. Хочется сказать, что звонок есть в студии. Понимаю, что интересно Виктана слушать, но давайте уже звоните. 760-1199, телефон нашей прямой связи, мы принимаем звонки. Итак, определились, продиагностировали, что имеет место какое-то энергетическое негативное воздействие, либо оно не имеет места, а причина лежит в другом. Вы также с этой причиной определяетесь. Каким образом помогает инициация в первой ступени канал Рейки для решения всех проблем, не только со здоровьем? Давайте даже возьмем конкретно. Я не люблю высоких фраз, мыльных, как говорится, как я говорю, мыльных пузырей и напыщенности. Я буду говорить более детально. То есть, как даже помогает первая ступень Рейки. Третья инициация, которую провожу на первой ступени Рейки, вообще у меня их четыре, это инициация защиты от ментальных порч, от сглазов. Я каждому своему ученику говорю, все, теперь за глазами, можете забыть, за сглазы. Люди просто удивлены. Я просто не делаю широчайшую такую рекламу, что вам действительно сказочно, небесно, божественно станет великолепно и хорошо, и вы будете летать на крыльях и любви. Нет, ну, станет хорошо все-таки. Но, естественно. Это энергия, которая очень помогает. Она выводит абсолютно на другой, новый уровень энергетики, на другой виток. Вообще развития, вообще духовности, вообще осознания и гармонии души и тела. Очень многие любят именно третью почему-то инициацию. Почему? Потому что люди, да, чувствуют, что им надо защита. Они хотят защищены быть. Они хотят защищены быть от энергетических вампиров, которые приходят и ищут свободные уши, ноют о своих болезнях, что у них все в жизни плохо и т.д. и т.п. После третьей инициации человек от этого защищен. Человек защищен, иди по базару, от вслед плохо сказанного слова. Человек защищен от зависти. Да, человек не защищен от работы какого-то серьезного специалиста. Но мы зачастую в протяжении одного лишь дня можем набрать кучу на себя негатива. Проехаться в трамвае в маршрутке, когда на тебя наорали, либо пройтись по базару, либо в магазине, и таких ситуаций очень будет много. Это специальные сущности, которые имеют свою классификацию, и это уже работа специалистов. 098-005-7302, 098-005-7302. По этому телефону запись на инициацию в канал энергии Рейки, запись на то, о чем вы просили, на семинар по исполнению желаний, индивидуальные консультации и, конечно же, любые вопросы, которые вас волнуют. Это очень важно. Можно ли заразиться неудачей? Это когда люди есть просто неудачники по жизни, общаясь с ними, можно так же заразиться. Я считаю, что это инфекционное заболевание в энергетическом смысле слова. Конечно. Круг общения ведет, как говорится, есть даже такая поговорка, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В таком случае есть, можно заразиться неудачей, можно наоборот заразиться удачей. Есть, абсолютно. Я на своих, кстати, формированиях желаний рассказываю, как можно поменять свою зону душевного комфорта и перейти от одного эгрегора к другому. Вот это я даже не рекламирую. Мне зачастую звонят и говорят, как можно поменять эгрегора. Не эгрегора поменять, а эгрегор поменяет вас. Сам перетянет другую. То есть, вы меняете свою зону комфорта, вам становится это лучше, следовательно, вы будете вырабатывать другую частоту или вибрации этой энергетики, следовательно, поменяется эгрегор, управляющий вашим бытием и событиями и возможностями в жизни. Это все довольно-таки просто. Мы зачастую, кстати, очень сильно себе все усложняем. 098-205-7302, 098-205-7302, 3w.viktan.info, сайт, на который зайдите обязательно. Итак, еще раз напомним, что же происходит на семинаре по исполнению желаний. На семинаре по исполнению желаний основная задача стоит в том, чтобы разобраться, что есть действительно, что нами движет, что есть именно желания, что есть страхи, как можно желание перевести в цель, что есть намерения, как им пользоваться, практические инструменты, как оплатить, как правильно проснуться утром, как правильно зарядить свой день на успех, как снять негатив, как не набраться негатива и как правильно растратить, оплатить за собственные желания определенным количеством энергетики. Что такое желание в Вашей трактовке? Очень интересно. Вообще, желание это обширное такое. Они как и хороши, так и есть. Ничто так не тиранит душу, как неоправданные желания. Не исполнившиеся желания. А в моем понятии желание это четкий, правильный посыл для жизни, что действительно тебе нужно и что действительно тебе может принести радость. Неправильные желания в Вашей трактовке? Неправильные желания? Это соседские, это навязанные, это шаблонные, которые в конечном итоге не принесут нам радость. Все очень предельно и просто. Скажем так, это неправильные программы, это программы, которые чужеродные, которые не отображают истинную сущность, истинное стремление, истинную цель конкретного человека, потому что в принципе это желание нами движут, так? Вы знаете, есть даже не желание, а просто ляпы. Извините, но это вот так. Я говорю, хочу машину, какую? Красную, джипа. Я говорю, так и заправлять много. Ну тогда маленькую. Так что же надо? Как же жизнь исполнять? Она же сейчас слышит, да? И вообще вылазь в своей машине, да? Да, ну вот так вот, понимаете? Вот мы именно на семинаре, разбирая именно учу, на четких примерах показываю, почему у одних исполняется, почему у других нет. Мало того, рисую схемы, когда мы желаем желание по отношению только лишь самому себе, как оно идет напрямую во Вселенную. Когда мы желаем за кого-то и для кого-то, или относительно кого-то, почему оно не исполняется? То есть неправильные желания не исполняются, исполняются только те, которые отображают истинное стремление человека, да? Да, да. Именно там, где есть еще ко всему же человек сам. Относительно только самого себя. Желать можно всего. Вот смотрите, мне часто задают вопрос, а как же вы своим детям желаете? Я говорю, да очень просто. Я своей дочери говорю, я желаю себе гордиться за твои успехи. Ну вот правильно сформулированное желание. То есть я, получается... А подождите, а в чем разница? Я желаю успеха своей дочери. Это неправильно. Смотрите, получается, мой эгрегор исполнения желания, я должен встретиться с ее... А она не хочет сейчас успеха. Она хочет поехать, допустим, на Мальдивы, я примером говорю. Она хочет поспать, она что угодно хочет. Но только не это. Это мое желание, это мое видение. То есть в вашем желании они должны присутствовать вы? Обязательно. Обязательно. Я миллион раз приводил этот пример, что когда мать желает своей дочери хорошего мужа, это не работает. Это просто ляп, извините. Это просто не работает. А когда она желает себе хорошего зятя, вот это будет работать, потому что ее эгрегор исполнения желания будет работать относительно ее, и будет матери делать именно хорошего зятя. Часто задают вопрос, а если он будет плохим мужем для дочери? Я говорю, скажите, а если он будет плохим мужем для вашей дочери, то есть ее будет ругать, бить, неужели он тогда будет хорошим зятем для вас? Видите, как все просто. Потрясающе. Это только маленькая частичка тех тайн, которые вы для себя откроете, если вы хотите, чтобы действительно ваши желания сбывались. Записывайтесь на семинар исполнения желаний, который состоится, вот Виктан скажет вам по телефону, вы в том месте определитесь, 098-205-7302, 098-205-7302, поэтому телефон начинаете уже звонить через 5 минут, www.victan.info, это сайт, на который зайдите обязательно. Состоится либо 28-го числа этого месяца, либо 4-го. Дело в том, что у меня должна быть поездка на Тибет, и, ну... И ты молча, я тоже хочу на Тибет. И если я действительно уеду, то будет 4-го. Если перенесется поездка, то, ну, она не отменится, она может перенестись, то будет тогда 28-го. Вообще, на главной странице моего сайта есть раздел новостей, там все в новостях всегда пишется, когда у меня очередной семинар, либо школа обучения. Короче, так, если мы с Виктаном не уедем на Тибет, то вы можете записаться и на семинар, и также на первую ступень школы, удивительной школы энергии Рейки, инициации в энергию Рейки, 098-205-7302. И не забывайте, что индивидуальные консультации у Виктана это настоящий шедевр, без преувеличения. Информация прозвучала на правах рекламы. Спасибо тебе огромное. Если уедем на Тибет, то в следующую пятницу... В четверг. В четверг увидимся. Да. Спасибо. Да, всего доброго. Наша фраза «До побачения, до завтра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова